но я откуда знаю я же не загадочник пойдемте в полицейским вы говорите я поддакиваю сколько пойдемте пойдемте я нашел ящерку ящерка вообще-то у меня есть адаме сход все верно и так я так и сказал значит так мы я рад видеть что вы пиши вы несмотря на то что вы мне бросили вчера в пустыне но мы об это уже обсудили с мисс evergreen и в общем вы будете мисс клауд вам нужно будет 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 вы нарядиться в мисс клауд на представление уже платье как у клауд вот именно она в принципе в правильной стороны движется да вам сесть повыше чтобы казаться выше и все и не взорваться конечно если у нас на наше представление будет взрыв вы умеете бегать не в корсете же вы старайтесь бегать в корсете в нем очень сложно дышать когда бегаешь задержите дыхание бегите вы же не хотите взорваться в корсете не очень приятно взрываться мне кажется в нашем плане все еще очень много дыр что я вижу только две первое уж и взрыв погоди погоди то есть наш план такой во первых мы стоим и обсуждаем план могут быть везде уши этого чертова загадочника ты в курсе вообще надо если он стоит на на крыше на крыше стоит то конечно пойдемте выйдем мы куда-нибудь кустам мы так вроде на улице нет кустами пойдемте выйдем давайте тогда скоро не пройдет пройдем пройдем да только мне офицеры попросили меня не выезжает за пределы города почему под арестом за что вы сами же вчера был офицер с вами что случилось и просто что же да красные фонари точно 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 и что и поэтому вас они не пускают никуда боится что вы не удерживание не у красный фонари вас заберут не совсем ну тогда я не вижу вас по причинам пугаться пойдемте подальше от домов он может может быть на крыше прямо здесь и сейчас и слышит нас даже какие должны быть уши чтобы с крыши нас слышать ну ладно но я откуда знаю я же не загадочник вон те кусты впереди меня устраивает устрою устроит кстати ящерка вас тут собрались сидеть в кустах рядом с кустами зачем в кустах вы мы что с вами и дикие люди выберем место по уединению просто поговорим на кладбище о отличная мысль мертвые не слушают как мне кто-то сказал мертвы не рассказывает сказки о ничего себе как много поговорок про мертвых и не знал еще есть мертвы лежат смирно мертвы воняют нет как-то нет из меня плохой и при приду бы тебе под их поговорок про мертвых так вот мы сделаем представление в котором будет старик который играет на банджи и поет evergreen будет и вы же поете да вы сказали вы знаете много песен вы будете вообще мой конек это метание ножей я я я хотела фарадей вас поставить куда-нибудь и в общем метать нож вам поставить яблоко вам на голову и метать нож прекрасно это абсолютно шикарнейшая идея про в которой я конечно же буду участвовать да хорошо хорошо не первый раз меня метают ножи конечно но меня в цирке в детстве не метали ножи меня не метали они наши метали в меня тебя метали да и ты втыкался куда-то периодически втыкался в но это не другая история это не потому что моментали не важно так мисс хоп вы будете петь да но представляю или нет вы будете вы будете мисс клауд величественной высокой женщины который будет смотреть на всех с высока вы должны будете сидеть на не чтобы мне было понятно какой у вас рост зачем мне претворяться миссис клауд чтобы все подумали что на миссис клауд есть на этом месте и тогда если будет какой-то что что-нибудь то мы поймем что с ней что-то связано с салон что-то связано или нет точнее мисс клауд нужно чтобы вы чтобы люди поняли что она не боится выходить знатные люди не боятся выходить на представление поэтому они за не потянутся не пойдут они поверят идемте к костру подойдем я заодно мясо пожарю вдруг нас там отжарит это мой костер костре это мой я его сама зажгла а что ж не потушили ну я думала что потушила оказалось что нет вот так и сгорают города думаете этот как ему блэк отор сгорел бы есть что нет нам здесь с вами еще делать представление которое называется в жопу загадочника как он название вот именно мы нам и надо чтобы он обиделся чтобы он появился его схватим и будем прославимся разбогатеем и будем самыми лучшими знаменитыми людьми в этом штате да вот как раз таки за тем зачем нам это все нужно так вот мне нужны деньги я полагаю если мы его поймаем то в общем то не против если я сяду я слегка конечно мы все присядем конечно не против так вот мы для чего все это нужно мы поймаем из загадочника и прославимся у нас будут деньги у нас будет власть у нас будет признание общества с признанием общества можно делать что угодно было бы неплохо мне достаточно только денег осталось только поймать его а к слову про вчерашние то тень падает или у вас действительно такие синие руки меня вчера связали и украли кто украли прямо из города тоже это был они что за бандиты не знаю мужчина был в черном дал мне какой-то листок чтобы я передала его офицер не было не знаю почему бы не прочитали думаете мне нужно было конечно только это загадочник поймите у меня у меня были связаны руки в прямом смысле прямом смысле слова думаете мне было до чтения каких-то записок ну тоже верно ну и плюс не каждый мечтает а вы умеете читать мисс хоб наверное да судя по вашему одежде ваши еще раз вы умеете читать 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 о прекрасно почему вы не прочтите и такая подождите вы кому отдали записку а он он сказал может быть он при вас прочитал ее нет то есть это записка зацепка на загадочника верно ну не факт вдруг это был не загадочник что поняла что на записке были приклеены куски других людей а страниц не пугать и так так ладно ну это никак не меняет наш план давайте сделаем представление в среду среду до предстоящую я не против вас не получится сомневаюсь что но допустим допустим мы делаем представление допустим приходят гости смотрят это все представление а нам нужно чтобы загадочник пришел в какое-то конкретное место просто он просто придет он затеряется в толпе и ну как мы поймем что он это он никак не поймем поэтому нужно чтобы он в общем надо как-то выманить какую-то конкретную точку слушайте но а если он даже должен был как что-то ответить нам на название в загадочника если вам если было бы шоу с названием в жопу или нор наверное продумать план поле основательно так и что предлагаете значит он просто придет и нас взорвет всех и как вы собираетесь его ловить веревкой думаете он так возьмет и появится посреди улицы будет стоять где-нибудь на крыше а наши люди будут везде наши люди будут его караулить все на всех крышах на всех приулках и он будет знать что это ловушка откуда потому что шоу называется в жопу загадочника в это не это же не называется ловушка для загадочника ну почти так и ну ладно слушайте мне вообще нужны только деньги мне все равно поймают этого загадочника или нет не понял вы не хотите освободить этот город от угнетателя хочу но еще больше я хочу освободиться от своих угнетателей так ну ваш же вам же должен был помочь офицер почему вы не сменили стиль в городе я все еще должна я все еще должна там быть так сказать те люди должны знать что я никуда не ушла но если мне понадобится куда-то уйти или исчезнуть тогда уже можно сменить стиль думаю правильное решение все-таки прислушайтесь к моему совету ладно что мы делаем мы делаем в среду представления мы да мы делаем в среду представления я бы сделала не я не против прекрасно мисс хоуп вы будете мисс клауд мисс evergreen вы будете стрелять в меня ножи и дать прекрасно что может пойти не так в любом случае даже если мы никого не поймаем то мы заработаем на представлении по моему это чудесно точно не нужен певец именно миссис клауд нужно вы сможете спеть кстати да певец может все-таки певец а хорошо с клауд будет в своей собственной роли если она вообще будет но думать она придет согласиться прийти не знаю надо поговорить так надо поговорить если она согласится то да мисс холл вы будете петь ну хорошо это у нас получается дед нас банджо мисс холл с пением молли и я с театральной постановкой про утопленника и ничего себе театральная постановка про утопленника ну да она поет все затыкают уши и это заканчивается через 30 секунд неважно так или норвы кидаются не кидайте ножи и принципе звучит неплохо неплохо думаете нам хватит актеров у вас на примете кто-нибудь еще есть чертова знает может попробовать через доску объявлений повести выявление кому интересно запишется давайте нужно слушайте обратиться в театр может есть там управляющий поговорить с ним вообще не хотят денег так мне кажется если мы ни с кем не согласуем с нас точно потом потребует денег потому что мы ни с кем не согласовали до с мэром согласовать как и говорил вчера офицер нужно офицер нужна поддержка полиция полиция нам нужно пойдемте потушите уже наконец костер я вытушить костры не умею так вот правильно закидываете до земли и все так мисс мисс hop вы пишите объявление у вас есть чем писать и куда писать как писать да есть пишите объявление что в среду состоится обидит просто набираем людей с талантами если имеете петь играть и сказать чтобы к вам обращались ну давайте на камеру или к вам давайте меня вы я и вы мы и вы вы и вы и вы и мы вы я это вашей не так что думаю вдруг меня не будет в городе понимаете вдруг я буду где-нибудь работать а вдруг я буду а вас не будет игры лучше не не писать потому что она все-таки прицелом вы я я вы кстати на выступление я буду как evergreen прекрасно а вы разве не я элинор ну-ка в чем отличие как бы так сказать но это разные имена а интересно интересно да а это что это кто там побежал суслик какой-то суслик а слушайте фардей да а вам теперь наверное надо бобра поймать зачем он же так и не поймал я скажу да пусть он не 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 пусть он ловит сам этом у нас мы должны поймать другую ящерку вас они вас мисс хопа загадочника вы что собрались ловить меня мистер не ты сказал жну сдать ящерку может быть в одном ли что мы хотим вас поймать нет мы бы и словим этого загадочника это он большая ящерица склизка ящерица склизки я думала нет или нет неважно большую ящерицу мерзкую нет кажется там это о джейкоб вы здравствуйте на джейкоб статисты ящерку и и индианку которая придется огнем это вы но мы сказали что вы уехали меня представили индианкой потому что вы же ящерка мы ящерка помните свою легенду я помню вот так мисс хопу напишите пожалуйста объявление повесьте на доску объявлений мисс севергрин вы и вы 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 я выбираю себе наряд а вы общаетесь с мисс клауд прекрасно миссис прекрасная замечательная отличная идея слушает хорошей день что я буду с ней общаться потому что еще таки я наплевал ей на в салоне может быть что-то из вас вы будете вверх ли общаться с ней нет нет вы нет вы нет вы вы плевали на ковер тут ваш дружок которому вы револьвер отдавали только что кошку убил ну явно и моим револьвером что будет есть где он полиция забрала но это просто уже выходит за пределы допустим он вернул мне револьвер и ничего с ним не сделал понимаете хорошо сегодня он кошек душит а завтра людей ну это как нужно научить его что не надо видео может быть он голодный ему вчера нашли работу какую на конюшне правда правда интересно почему там не работает потому что видимо не хочет странный молодой человек не работал что больше ему ничего не давайте как бы он не просила какие бы фокусы не показывал хорошо особенно кошек спасибо ладно особенно кошек да хорошо что там фарадель поэтому мы в среду среду примерно будет представление по так что готовьте свой репертуар сможете нашла по оплате как отдельный труда можете что мы соберем то и вы поделим я думаю это по-братски это правильно на думает бакса 2 где будет происходить в блоку 3 где-нибудь здесь в районе в окрестностях хорошо ладно среда так следа договорились договорились таковы видели evergreen и или вперед ушла я так понял в сторону полицейского получат спасибо большое спасибо я пошел не смотри на туши не смотри на туши не смотри на можете посмотреть нам нужно дать объявление в газете вы знаете я можно пообщаться нужен редактор постучитесь в дверь печатного издания может редактор выйдет пойдемте со мной вы мне нужны потому что вы выглядите презентабельнее чем я я бы не сказала ну я сказал конечно это не высказали а где у нас себе печатные здания с правой стороны мальчишка стоит рядом с напротив а пацан что что не говоришь что здесь печатные здания-то а тут же ток от мисс хопман нам нужно договориться сначала с полицией с мэром чтобы это все провести идемте в полицейским хорошо вы говорите я поддакиваю ну хорошо в среду проводим когда в девять часов вечера шоу называется в жопу загадочек если не скажешь что это слишком грубо и это не для был квоттера говорим что нам плевать на загадочника это так здравствуйте здравствуйте может просто не называть название шоу хорошо нету подождите вдруг нам с потом поставить что мы сказали в жопу загадочника мисс эвергрин ящерка дамы офицер вы нам нужны чем насчет организации представления в эту среду следующую на которой будет наверное к мэру или капитану явно не ко мне а где мы где капитан надо писать письмо данным писать поскольку же нам подойти день-два у нас уже через два дня представления придется перенести через капитана полиция можно сделать можно но я его сегодня видел и по моему он по качеству ехал обратно на фирму фирма это какая фирма на бичерс хоуп мэра видели и от капитана а бичерского кто владелец этой фирмы мистерных отлично я знаю и вот мистер нужно вы ее не видели она в салоне убирается а все отлично как ваше дело офицер хуже чем могло было быть вот такое что случилось красные фонари красные фонари красные фонари это я вообще ничего не понимаю теперь я тоже фокусов с красными огоньками не было фаранайт с оранжевым были это соль обычно какими еще оранжевыми да нет он спрашивает про фокуса какие были в цирке оранжевый огонь был из-за соли поваренный ну я сначала с ней первое поговорю извините мисс тернер у вас случайно сейчас не гостит при капитан полиции сейчас на фирме нет чего взяли он сказал поезжал а потом он уезжал к вам по-моему ладно когда раздал приказы не знаю я ничего об этом не слышала ладно просто развиться мистерно вы замечательно да да что меня простить вы сейчас работу можете не на друга сложить там просто я мисс хоуп давайте отправим письмо мэру вы имеете красиво писать относительно вперед за мной лент добрый еще раз и итак уважаемый мэр мы хотели бы в лаку 3 устаревать представление где вы люди горожане покажут свои таланты и развеселят народ в это темное грустное время . мисс хоуп может тогда просто попросить на почте отправить телеграмму вода мы туда идем мы туда идем конечно тогда вы можете продиктать а отлично спасибо у меня нет денег есть деньги есть она и телеграмму ходит пойдемте я я я вы и вы и вы я постараюсь наружу продиктуйте сами подойдете возьмите у меня деньги на телеграмму вы как будто бы призрак увидели я такой страшный не страшны тем более опа так что ж ладно хорошо я пойду продиктую скажу я спрошу цену и приду с деньгами никуда не уходите карьера привет о собачка и так здравствуйте меня зовут фарадэй и я хотел бы отправить телеграмму мэру почему вы смеетесь я серьезно у нас серьезные мероприятия да 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 и так уважаемый мэр пишет вам фарадэй бобби фарадэй и записали уважаемый мэр зпт вам пишет телеграмму мистер продай мы хотим да мы хотим мы 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 хотим организовать представление где жители города покажут свои таланты . просим вас разрешить попросим вашего разрешения сколько будет стоить 20 центов спасибо сейчас приду 20 центов мне столько доллар шутите у меня есть доллар и 8 центов давайте 8 центов я потом скажу что потом занесу точно такое дело тут у нас из 20 центов есть только 8 центов но я принесу я минуту все знают меня будут деньги скоро 8 центов можно если не принесу и сразу сдайте меня полиции завтра принесу вам точно 30 центов принесу и того будет 38 говорились хорошо спасибо отлично спасибо ну все я все отправил надеюсь он разрешит я не знаю куда она ответит наверно сюда типография и так вы говорите что мы будем организовать представление чтобы поддержать людей мы будем против борста противоборствовать плохим вещам которые в этом городе и поэтому просим скидку на объявление а им пойдет ну допустим доллар с нашего выступления это удар мы заработаем доллар может быть билеты продадим по 2 доллара за каждого человека понимаете если если получится у мистер верглин у вас что с вами водичку набираем вот вот дедом болтаю понятно вы идем к при печатному производству чтобы сделать объявление в газете которую должна вы скорбите так стоп-стоп я с вами подождите час воды отлично вы тоже хорошо поговорите я буду сзади и смотрю я участвую давайте шаль тоже пройду пойдемте конечно нам через дорогу перейти давайте вы играете на банджо это да все уху привели на потрясающая команда это кого заводчиков редактора звайда мисхоп ну вам нужен или редактор или кто-то отвечает за подачу объявлений да можно просто нам редактора если кто-нибудь есть на месте и мы бы 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 поговорим по счету того что я дойдите мне напугал вперед вперед дамы давайте все же ваше очарование давайте вы же у нас умели цвести диалоги вперед вот уже здравствуйте сэр здравствуйте сэр это вот да мы хотели дать объявление я все я молчу джентльмен бы хотел дать объявление в газету и не знает как этого сделать чтобы она была в свежем номере он хочет устроить среду представление хотел бы в газете объявить о том что она будет проходить среду и то что еще дополнительно набирается участники и что же представление ну кто на что гораздо вот кто-то поет кто-то метает ножи кто-то на банджи играет это будет происходить в городе у вас есть на это разрешение вот мы в процессе направили запрос на и камеру самому напрямую вы уже хотите сделать объявление на запрос который вам еще не ответили ну а почему нет мы почему нет давайте-ка я вам расскажу историю как происходил один аукцион не так давно при крупном собрании людей так не напоминайте а взорвалось когда все до подобные мероприятия сейчас больше у меня идея давайте мы напишем просто в газете может быть будет представление может быть поможет быть и нибудь и что это должно знать это значит что это что это не мы не получили пока что разрешение на праве поэтому она может быть если получим она будет а если не получим то не будет похоже на желтую газетенку нет вописать новости которые могут быть или не могут мисс холл evergreen слышно можно вреда подождать его кого-то подтверждение давайте я уточню до какого числа можно будет подать и были не чтобы она попала в свежим номер номер как правило обычно понедельник завтра сегодня суббота прекрасно здесь время а когда печать уходит газета но обычно рано утром в тот же день тогда у нас есть время хорошо тогда спасибо сколько это будет стоить скажите пожалуйста и я бы вообще на вашем месте на подобное не рассчитывал не знаю что вам ответят но мне кажется не слишком разумно собирать крупные собрания людей вместе с тем что проблема так и не было выявлено так давайте так никому не говорите только но это мероприятие будет совместно с полицией полиция это уже отоплило секретную операцию поговорить и уточнить да конечно приду вам офицера минуту найду его господа не видели мистера рубин про здравствуйте кажется в последний раз он был с мистер но это было достаточно давно вот распределить мистера рубин про да он кажется был в офисе не смотри не смотри не смотри офицеры jun trai офицеры уп scope matt тук-тук тук-тук-тук тук-тук-тук-тук тук-тук тук-тук-тук офицер рубин про офицеры бенпге рубин про офицер офицеры бимпро bed hamcle хватит стучаться яйца ты не ELTA мы сейчас мы хотим договориться подачи объявление о том, что у нас будет представление. Мы уже направили запрос мэру на Телеграмму. Можете подтвердить, что это будет совместно с полицией, это представление, потому что, ну, мы хотим поймать загадочник. Подожди, Фарады, иди сюда. Еще раз. Да, мы сейчас говорим с редактором газеты местной, чтобы в понедельник мы подали объявление. Вот. И он отказывается подавать, потому что ну, он говорит, что там будет большое скопление людей, а я говорю, что это специально сделано, чтобы поймать загадочника. Вот можете подтвердить это, пожалуйста? Ты Фарадей? Я Фарадей. Ты Фарадей. Притом Фарадей головного мозга у тебя уже, понимаешь? Ты полицию, ты сюда не приплетай. Ты сначала с полицией поговори по этому поводу. Я тебе вчера сказал, что... Я с вами поговорил, я мэру написал. Молодец. Иди. Вон, давай мы сейчас позовем капитана, он тебе скажет то же самое, что у тебя в Фараде и головного мозга. А где капитан? Он в офисе сидит, общается. Давайте мы сейчас... Пройдемте со мной, пожалуйста. Просто скажите, да, я все знаю, все хорошо. Нет. Я не собираюсь собирать людей в центре города, когда у нас тут подрывник работает. Хорошо. Договорились. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Это было очень... Просто, ну, сам понимаешь, Фараде. Давай отложим это дело на потом. Договорились. Хочу, чтобы ты жил. И все остальные. Ага. Прошу прощения, это мы... Сьюга. Полицейские, они, это... Занятые у них преступника, очень опасные поймали. Не могут подойти. Давайте отложим тогда этот разговор попозже. Может быть, на завтра. А если нам дадут все-таки согласие, скажите, пожалуйста, сколько это будет стоить? Ну, вот просто в теоретически. Скорее, это будет зависеть от объема самого текста. В зависимости от того, сколько он будет занимать. Ага. Ну, допустим, если предложение 3-4, скажите, это будет много? Мы разговариваем с загадочником. Что? Не говори шепухи. Ну, в зависимости, как я сказал, насколько это будет... Так же ветер дует. Да, такой сегодня ветреный. Мг, сильный. Думаю, в районе 15 долларов. 15 долларов. Спасибо, сэр, вы очень добры. Благодарю вас. Мы откланяемся. Вы очень... Спасибо. Спасибо. Спасибо, пойду выпей, Бурбан. Сколько можно, Фарадей? Сколько можно? У меня ничего не выходит. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...